Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 29 марта вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. В 3-3 победила дружба. Стадион Фишт принял 40 тысяч болельщиков и выдержал испытания. Прошедший год для Сочи стал стабильным и результативным. Об этом заявил глава курорта на открытой сессии городского собрания. Редкие цветы будут отправлены во все концы страны. В честь 125-летия сочинского дендрария выпущены 4 новые почтовые марки. Гол в память о великом спортсмене стартовал крупнейший международный детско-юношеский турнир «Мемориал Валентина Бубукина». Счет 3-3. Накануне в Сочи прошел товарищеский матч между сборными России и Бельгии. Ничья стала прекрасным подарком болельщикам в честь открытия обновленного стадиона Фишт. Какая атмосфера царила в Олимпийском парке и как сработала городская инфраструктура, расскажет Татьяна Говоркова. Перед началом игры на стадионе торжественно открыли памятную стелу, посвященную предстоящим матчам Кубка Конфедерации и Чемпионата Мира. В церемонии участвовали официальные гости, а также посол Чемпионата Мира 2018 Сергей Светлаков и официальный талисман мирового футбольного первенства «Волк Забивака». Этот стадион, который подарил нам прекрасные церемонии открытия зимних Олимпийских игр, закрытия паралимпийских игр, открытия и закрытия. Здесь состояло чествование наших блистательной завершающей победы на Олимпийских играх. Сегодня мы его возвращаем в лоно футбола. И для нас это большой праздник. У нас в стране, на юге России, в этом замечательном парке Олимпийском, появляется современный футбольный стадион. Мы находимся сегодня уже на легендарном стадионе. Легендарном стадионе нашей спортивной, новой, новейшей Олимпийской России. Я надеюсь, что сегодняшний стадион, сегодняшний матч продолжит вот эту славную традицию этого стадиона побеждать. Первая игра на обновленном стадионе «Фишт» прошла с полной загрузкой спортивного объекта. На исторический для Сочи матч за несколько дней было продано 40 тысяч билетов. Большинство болельщиков заранее прибыли на стадион, как это было рекомендовано местными властями. К началу матча трибуны были практически заполнены. Многие отмечали, что после реконструкции «Фишт» стал одной из лучших в мире футбольных арен. И при этом не утратил своего олимпийского озвучания. Конечно, впечатляет. И реконструкция была на открытии Олимпиады. Совсем другой стадион. Такая массовая энергетика колоссальная. То есть мы приехали на соревнования с детьми. Зрители не только увидели захватывающий матч, но и протестировали основные сервисы стадиона – обходные группы, безопасность, организацию питания, навигацию. После реконструкции стадион по-прежнему отвечает всем нормам доступности для инвалидов. С этим согласна и Дарья Шведова, которая приехала на матч с супругом из Москвы. Говорит, сейчас с семьей принимают решение о переезде в Сочи. Мы именно поэтому и хотим думать о переезде сюда, потому что Сочи очень удобен для инвалидов. Это правда. Я приятно удивлена, потому что и при входе, хотя там очень много народу на нас пропустили, в определенном месте, где это было возможно, без очереди. И здесь все приятно помогают. Волонтеры показали, где мы можем подняться. Тестировали в день матча и городскую инфраструктуру. Уже совсем скоро в Сочи пройдут матчи Кубка Конфедерации. И важна каждая деталь. Чтобы перевезти зрителей по маршруту Сочи, Олимпийский парк потребовалось 260 рейсовых автобусов, которые ходили до часа ночи. До поздна работаем, до 12, до часу ночи. Таким же интервалом каждые 5 минут ездим. Были введены и дополнительные ласточки, которые отправлялись каждые 15-20 минут. За три года с момента проведения Олимпийских игр в Сочи привыкли к внутригородскому железнодорожному транспорту и оценили его преимущества. Электричка у нас очень удобный вид транспорта с Олимпиады. Мы периодически посещаем все мероприятия именно на электричке, потому что ни пробок, ничего, времени 40 минут затратили. Мы давно не были на таких больших мероприятиях в нашем любимом парке Олимпийском. Поэтому сейчас такое настроение олимпийское вроде бы, потому что мы все это прожили и сейчас как будто бы заново. Работу общественного транспорта координировали в городском штабе. Здесь же следили за работой медицинских служб. Во время матча дежурили 20 бригад скорой помощи. Особое внимание уделили вопросам обеспечения безопасности, которую осуществляли сотрудники правоохранительных органов и казачества. Зрители матча в парке приветствовали городские волонтеры. Их легко было узнать по ярко-зеленым жилеткам и доброжелательным улыбкам. 300 добровольцев, в том числе волонтеры серебряного возраста, направляли зрительские потоки к стадиону и в обратном направлении. Работали и на парковках. Еще 200 федеральных добровольцев Оргкомитета внутри стадиона. Мы являемся городскими волонтерами, которые направляют людей к стадиону, чтобы не забудились. Мы их встречаем, помогаем сориентироваться. Следующий тестовый матч на стадионе Фишт пройдет 2 мая. Это будет финал Кубка России по футболу. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Завершить строительство перинатального центра в Сочи Вениамин Кондратьев потребовал до конца этого года. Глава региона сегодня смотрел объект и пообщался с застройщиками. Сдать клинику в эксплуатацию планировали еще в апреле прошлого года. Но из-за проблем с подрядчиком сроки неоднократно переносили. Очередные отговорки и оправдания строителей на этот раз губернатор слушать отказался. Ровно неделя на принятие решения. Или стройка продолжается, или меняете подрядчик. Деньги в прямом бюджете заложены. Освоить их не можем. Это абсолютно сам по себе. И я еще скажу, освоение само по себе не самоцель. Реальный результат строительства пентального центра, который будет введен в эксплуатацию. И все. И когда здесь появятся первые детки, считайте задачу выполнение. Илья Николаевич, за вами решением. Чего недели. Услышали тоже подрядчик? Также глава региона посетил 4-ю городскую больницу в Сочи. Сегодня она оснащена самым современным оборудованием. И врачи готовы оказывать всю необходимую помощь жителям и гостям курорта. После там же медики собрались на краевую коллегию, где подвели итоги работы за год. Прошедший 2016 год для Сочи стал стабильным и результативным. Об этом заявил глава курорта на открытой сессии городского собрания. В ней приняли участие не только депутаты, но и представители нацопщин, ТОСов, правоохранительных органов и других структур. 2016 год стал лучше предыдущих во всех сферах. Общий итог подвел Анатолий Пахомов в своем докладе. Социальный экономический показатель порадовал во многом благодаря итогу курортного сезона. Все больше туристов выбирают Сочи для отдыха. А это и прибыль для туристического бизнеса, малого и среднего предпринимательства и пополнения городской казны. Между тем расслабляться и ждать, что туристический поток будет стабильным, не стоит, подчеркнул Анатолий Пахомов. Для нас настает время жесткой конкуренции, борьбы за удержание турпотока. Я призываю руководителей предприятий санаторно-курортной отрасли помнить об этом. И помнить о том, что любой турист голосует рублем. Сочи за последние годы стал привлекательным городом не только для отдыха, но и для постоянного проживания. В 2016, например, число постоянных жителей выросло на 12 тысяч. А потому надо увеличивать число школ и детских садов. И в этом вопросе тоже есть отличные результаты. У нас строятся три школы. И думаю, что две школы в этом году введем в эксплуатацию. И я хочу сказать спасибо строителям, которые меня поняли. Это прежде всего школа в верхней Беранде. Она будет введена в эксплуатацию в августе. И уже 1 сентября детки пойдут в новую школу. В сфере здравоохранения тоже есть чем похвалиться. А беспрерывно ведется обновление материально-технической базы. Расширяются возможности по оказанию оперативной медицинской помощи. Сегодня в нашем городе можно диагностировать и лечить любые заболевания. Даже самые сложные. Городская медицина получила замечательное диагностическое и лечебное оборудование. Новые технологии в медицине стали доступными для всех. Работа по улучшению материально-технической базы городских медицинских учреждений продолжается. Развивается и спортивная сфера жизни сочинцев. Молодежь начала массово сдавать нормы ГТО. А устаревшие залы и спортивные школы поэтапно ремонтируют за счет городского бюджета. Условия жизни горожан тоже улучшились. В 2016-м более 100 семей получили новые квартиры взамен ветхого жилья. 36 домов капитально отремонтировали. Кстати, за последние годы количество звонков и обращений в городскую администрацию снизилось почти в 7 раз. А это значит, что работа чиновников во главе с мэром ведется в правильном ключе. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. В Сочи пройдет первый российско-турецкий торгово-экономический форум. Президент торгово-промышленной палаты Сочи Вадим Левченко в ближайшее время вылетит в Стамбул для согласования с турецкой стороной плана основных мероприятий. Форум планируется провести на базе курорта «Горкий город». На площадках форума создадут возможность для продуктивного диалога между лидерами бизнеса путем организации встреч, конференций, дискуссий рабочих групп по конкретным двусторонним торгово-экономическим отношениям. По предварительным данным, форум пройдет в Сочи в конце июля. Полувековая дружба Сочи и французского города Ментон только крепнет с дружественным визитом. На курорт приехал мэр Ментона в составе делегации. Во время встречи главы городов договорились о том, что будут развивать отношения, которые для обеих сторон принесут пользу. Гости из французского города Ментон первым делом обращают внимание на рельефную схожесть побратимов. Кавказские горы похожи на Альпы, а Черное море совсем как Средиземное. Поэтому не покидает ощущение, что оказались дома, говорят французы. Несмотря на то, что история дружбы двух городов исчисляется десятками лет, мэр Ментона Жан-Хлод Гибаль в Сочи приехал впервые. Я бы хотел, чтобы отношения между нашими государствами были такими же теплыми, как между городами Ментон и Сочи. Глава Сочи Анатолий Пахомов рассказал гостям о последних изменениях в городе. Новые дороги, инфраструктура, спортивные и культурные объекты. Делегации заинтересовали сотни ежегодных масштабных мероприятий, куда они были приглашены главой курорта. У нас очень много общего и у нас много интересного, которое может нас не только побратать, но и придать новый импульс новым делам. Новым, таким, которые уже были. Это и обменные группы, это и интересные дела, это и инвестиции. Мэр Ментона заверил главу российского курорта, что обо всех событийных мероприятиях Сочи, а также лечебном потенциале, он обязательно расскажет своим соотечественникам. Кстати, побратимами Сочи Ментон стали более полувека назад. Именно Ментон стал вторым городом в списке, куда сегодня включены 9 городов. Визит французской делегации стал ответным. Три года назад сочинские предприниматели и представители туристического бизнеса ездили в Ментон. Еще за год до этого там же побывали представители сочинского юношеского туристического клуба. Во время встречи главы двух городов договорились о том, что впредь визиты друг к другу станут традиционными, а сотрудничество более тесным. Олимпиада чудачеств и развлечений в Сочи. Она пройдет на базе курорта «Роза Хутор» с 30 марта по 2 апреля. Участие бесплатное самым зажигательным днем станет 1 апреля, когда участники карнавала «Бугель-вугель», а это полторы тысячи человек, совершат горнолыжный спуск в купальниках. В целом же на участие в высокогорном карнавале подали заявки более трех тысяч человек. Кто круче, выяснится в ходе битвы между горнолыжниками и сноубордистами в 15 видах веселого спорта. Больше всего заявок подали москвичи и сочинцев, пока немного. Есть и жители дальних регионов. В Сочи их в первую очередь привлекает погода. По прогнозу в это время в горах ожидается плюсовая температура – выше 10 градусов. Организаторы приглашают всех принять участие в фестивале и в качестве участников, и в качестве зрителей. Те, кто зарегистрируется на сайте карнавала «Бугель-вугель», получат специальные браслеты для бесплатного подъема на канатной дороге. Кроме веселых спусков ожидается фестиваль красок, прыжки в бассейн, фестиваль экстремального инстаграм-кино, турнир по пляжному волейболу на снегу, бампер-бол, снежный танцевальный баттл, выставка болидов, кубок-конструкторов, музыкальные мероприятия. Можно говорить о каждом из составляющих мероприятий, оно увеличилось в масштабе. Если мы говорим сейчас о музыкальной его составляющей, то можно сказать, что, наверное, любой музыкальный фестиваль, который бы проходил в России, да и в ближнем нашем зарубежье, позавидовал тому составу хедлайнеров, который мы привезли на «Роза Хутор». Это группа «Броништорм», это «В загреве» и это «Александр Пушной». То есть это реально международный музыкальный фестиваль, который пройдет в рамках нашего «Бугель-вугеля». В ходе карнавала будет предпринята попытка установить три рекорда Гиннеса. На самый многочисленный заезд в купальных костюмах, на самый большой горнолыжный оркестр и на самую масштабную в мире светомузыку. Акция «Гамбудия. Золотая рыбка Сочи» продолжается. В водоемах эколого-биологического центра ожидается пополнение. Мальков, как и в прошлом году, будут раздавать всем желающим горожанам. Такой активности от сочинцев сотрудники эколого-биологического центра не ожидали. В прошлом году специалисты раздали порядка тысячи особей гамбузии. Звонки с просьбой отложить мальков рыбки, умеющей бороться с малярийными комарами, поступают и сегодня. Обеспокоенность горожан и желание избавить курорт от назойливых насекомых только поощряется. Поэтому и на этот раз всем желающим сочинцам дадут возможность выпустить гамбузию, в том числе в домашние водоемы. Когда начались теплые дни, у нас были дни 10 таких теплых, она вся всплыла наверх, начала так вся активничать, активничать. И мы поняли, что в этом году у нас рыбы будет достаточно. И поэтому вот решили об этом сказать. Мы думаем, что примерно к концу апреля должны появиться у нее мальки. У нас есть телефон 262-22-17. Вы звоните по этому телефону. Мы вас записываем. То есть сейчас мы делаем вот такой список и оставляем контактные номера. И как только появляется возможность, мы прозваниваем и говорим, придите, возьмите. Также сегодня в эколого-биологическом центре высадили новые растения. Акцию приурочили к году особо охраняемых территорий, году экологии, а также столетию заповедной системы России. В рамках подготовительного этапа марш парка в 2017 год с ФГБ Сочинский национальный парк совместно с эколого-биологическим центром подготовили памятную посадку. Взаимодействие между природоохранными учреждениями и образовательными учреждениями – очень важный момент для сохранения природных компонентов окружающей среды. В честь 125-летия Сочинского дендрария выпущены четыре новые марки. На марке изображены растения парка. Подснежник, Воронова, Кандык, Кавказский, Хурма и Цикламен Кавказский. Марка номиналом 29 рублей, издана тиражом 100 тысяч экземпляров, поступит в продажу в отделение почты по всей стране. Флора России отличается большим разнообразием. Насчитывается более 12,5 тысяч видов растений, около 5 тысяч мхов и лишайников, не менее 11 тысяч грибов. Лучшие коллекции растений представлены в парке Дендрарий. В Сочинских школах уроки провели госавтоинспекторы. Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» направлено на снижение дорожно-транспортного травматизма. Школьникам полицейские объяснили, как правильно себя вести в транспорте, а также в роли пешехода. Старшеклассникам рассказали о движении на велосипедах и мопедах по городским дорогам. Для мопеда сейчас необходимо получить права категории М и обязательно использовать шлем, как водителю, так и пассажиру. Не обошли вниманием и родители. На собраниях в школах инспекторы напомнили, что перевозить детей необходимо исключительно с использованием специальных удерживающих устройств. В Дни проведения «Формулы-1» транспорт будет работать в усиленном режиме. С 27 по 30 апреля увеличится количество городских автобусов и частота движения электричек. Также организаторы планируют запустить дополнительные маршруты по эмеретинской низменности. Движение «Ласточек» будет организовано по принципу «открытые двери» на следующих направлениях. Сочи-эмеретинский курорт, Сочи-аэропорт и аэропорт-эмеретинский курорт. Интервал движения составит от 10 до 60 минут. Помимо регулярных автобусных маршрутов, число которых будет увеличено, по эмеретинской низменности будут курсировать бесплатные шаттлы для гостей, проживающих в отелях рядом с трассой. Для гостей, пребывающих на личных автомобилях, предусмотрели две платные парковки, доступ на которые будет осуществляться по специальным разрешениям. На время гран-при традиционно вводится ограничение движения вблизи автодрома. И о разрешении на парковку лучше позаботиться заранее. Их продажа ведется через сайт Сочи-автодрома. В Сочи стартовал крупнейший международный детско-юношеский турнир по футболу «Мемориал Валентина Бубукина». В девятый раз на полях Дагомыса встречаются спортсмены со всех уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Соревнования проходят под эгидой Российского футбольного союза. Турнир посвящен памяти прославленного спортсмена в истории российского футбола. Валентин Бубукин стал победителем чемпионата Европы 1960 года. Соревнования его имени проводятся в Сочи уже в девятый раз и с каждым годом пользуются все большей популярностью. В этом году на полях Дагомыса встретились больше сотни команд. Около трех тысяч футболистов в возрасте от 7 до 16 лет приехали из разных регионов России, Абхазии, Белоруссии и Узбекистана. Наш город представляют 28 команд. Из года в год прогресс на лице сочинских команд. Наши местные ребята прогрессируют. Борются за победу в нашем турнире. В этом сезоне этого турнира также наши команды, мы надеемся, что будут в призах. Нам очень хочется, чтобы мы смогли воспитать такое же молодое поколение, которое в будущем также будет ковать победы для нашей страны, для наших сборов. Первый этап турнира стартовал 26 марта. Сегодня третий игровой день, который определит, кто из команд сможет побороться за призовые места. С каждым годом, отмечают и тренеры, и организаторы турнира, уровень игры спортсменов растет даже такого младшего возраста. В числе фаворитов и команда «Ирбис» из Сочи. Итог их сегодняшней встречи с юными футболистами Сухума – 3-1. До этого Сухум играл две игры, как бы с Оренбургом и с Влагоградом. Ну, я лично сам смотрел игры, ну, ничего особенного из себя не представляли. Но, честно говоря, нам сегодня они дали сильный бой, и нам было очень тяжело. Во втором тайме, как бы, назначили пенальти в наши ворота. Ну, забей пенальти, все, мы бы уже, я думаю, было бы тяжело отыграться. Ничья нам ничего не гарантирует. Благо, у нас вратарь Захар оббил этот мяч, причем так четко. Мы как бы с ребятами поблагодарили его за это. То есть он вытащил команду. Случинцам еще не раз предстоит одержать победу, чтобы выйти в финал. Второй этап турнира пройдет с 3 по 8 апреля. Сыграют футболисты постарше. Стать победителем желает каждая команда, ведь мемориал Бубукина – одна из возможностей выхода юных талантов в профессиональный футбол. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи стартует чемпионат России по бабслею и скелетону. На Олимпийской трассе Санки открылся турнир, завершающий зимний сезон. В предстоящих стартах примут участие 150 спортсменов из 11 регионов страны. Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Орловская, Московская, Ленинградская области, а также Краснодарского и Красноярского краев, Башкирии, Москвы и Санкт-Петербурга. Краснодарский край на турнире представят 28 спортсменов Краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Он работает в Сочи. Завершатся соревнования 31 марта. Легендарный Ивановский текстиль снова в Сочи. На этот раз вместе с популярным постельным бельем отечественные производители привезли массу новинок, также из натуральных тканей. Выставка распродажа открылась в выставочном центре морского порта. Иваново, центр легкой промышленности России, уже многие десятилетия производит высококлассный текстиль, популярный по всему миру. По традиции цена на разнообразные по составу и размерам постельные принадлежности гораздо ниже зарубежных аналогов. В Сочи у Ивановского текстиля уже есть свои поклонники. Вообще качество нравится. Поэтому мы пришли второй раз. Вот понравились скотерки, решили взять. Мы заказываем по интернету белье такое. И вот пришли тоже второй раз. Мы с удовольствием приходим. Обслуживание прекрасное, все хорошо. Хочу дочку привезти, чтобы что-нибудь выбрать хорошее. А так у тебя очень даже все нравится. Особенно с поплина. Его редко же найдешь поплин. Не линяет, ничего, не садится. Вообще прям очень хорошее белье. По тканям вижу, что очень хорошие ткани. Во-первых, и цены, естественно, нас привлекают, потому что дешевле. Я уже отложила себе кое-что. Вот пришла специально по размеру наволочки выбираю себе. Считается, что для комфортного отдыха важно не только количество времени, проведенного во сне, но и правильно подобранное постельное белье. Здесь на выбор перкаль, бяз, сатин, сатин-джаккард, который всегда славился не только красотой, но и прочностью и долговечностью. После большого количества стирок материал не деформируется, а краски остаются яркими на многие годы. Благодаря таким свойствам товар неоднократно награждался дипломами за первое место на всероссийских конкурсах. На этот раз мы привезли новиночки в город Сочи. Это подушки из натурального льна, а также комплекты постельного белья, египетских хлопок, тенцел. В большом ассортименте домашний трикотаж привезли женщинам, ночные сорочки, пижамки, халатики, тунички. Это наше отечественное производство. На рынке очень много лет, еще с советских времен. Качество высокое, натуральные ткани. Это у нас все хлопок, искусственной ткани у нас нет, поэтому и ценится. А еще Ивановский текстиль предлагает подушки из пуха, льна, эвкалипта, полотенца, широкий выбор одеял из кашемира, верблюжьей шерсти, лебяжьего пуха и бамбука. Также в ассортименте покрывало и пледы, в том числе и детские. Выставка распродажа Ивановского текстиля в выставочном центре на Несебрской 1Б работает до 2 апреля. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.